Привет всем, с вами Ирокез и 22 июня становится просто огромнейшим днём контента для PUBG, потому что введение большого обновления с новой картой это ещё не всё. Нам с вами предоставят доступ к операции, связанной с появлением карты Санок на основных серверах. И операция даёт очень много интересных вещей. Каждый, кто её пройдёт бесплатно, сможет получить парашют, скины на время и возможность сменить ник. Это очень давно все ждали и очень хотели, но также если купить боевой пропуск, появится гораздо большее количество возможностей, о которых я вам сегодня расскажу. Давайте всё по порядку и вот, что нам предоставили разработчики. Мы заходим на сайт, посвящённый ивенту, который будет проходить в связи с выходом карты Санок. Естественно, ссылку на этот сайт я оставлю в описании. И первое, что мы видим, это приветствие, добро пожаловать на Санок. Старт на лайв серверах 22 июня, но это мы в принципе и так знали. Ну теперь давайте пролистаем чуть ниже и здесь всё то же самое представление Санька, трейлер, различные его преимущества и отличия от обычной карты. То есть, ну, маленькая карта, больше лута, быстрее игры и новые оружия и транспортные средства. Ну, транспортные средства пока ещё не ввели, но разработчики обещали сделать это через месяц. Теперь же давайте посмотрим ниже про боевой пропуск. Отпразднуйте выход карты Санок с ограниченными по времени миссиями и наградами. И вот мы уже видим, что мы будем получать экспу просто находясь в игре. Также будут появляться различные миссии, которые будут и ежедневные, и недельные, и даже двухнедельные. И по завершению их мы получим парашют, который будет доступен абсолютно каждому. Что ж, давайте сначала поговорим о бесплатной версии. Если вы пролистаете чуть ниже, мы видим, что доступно для тех, кто не будет покупать боевой пропуск. О нём я тоже расскажу чуть попозже. Кто не хочет донатить в игру, просто хочет поиграть и повыполнять задание. Здесь нам даётся, получается, 7 скинов. Притом все они довольно-таки дорогие, красочные и очень приятные глазу. Но они даются, к сожалению, на время. То есть вы какое-то время с ними покатаете, а потом они все исчезнут. Вы спросите, на какое время? Скорее всего, на время проведения ивента. Если вы промотаете чуть вверх, то вы заметите, что ивент проходит с 22 июня по 21 июля. Ну, практически весь месяц. Но, что самое интересное, вы всё-таки получите некоторые вещи навсегда, а не на время, даже без доната. Первое – это бесплатное изменение никнейма. То есть каждый, кто выполнит достаточное количество миссий, он получит возможность поменять свой ник в игре. Интересно, каким это образом будет сделано? Можно ли это будет отложить в какой-то долговой ящик или никнейм нужно будет менять сразу? Пока, к сожалению, нет никакого ответа, но штука невероятно крутая и очень-очень полезная. И вот здесь мы видим надпись «Перманент парашют скин». Это значит, что данный скин у вас останется просто навсегда в вашем инвентаре. И он, кстати, называется «Сноуфлауэр» и очень похож по тематике на зимнюю карту, которую мы увидим через полгода. Видимо, разработчики уже сейчас к этому готовятся. Очень интересная тема. Ну и теперь, листая чуть ниже, мы видим пропуск на ивент «Санок». Это платный пропуск, который вам даёт просто больше возможностей с теми же самыми миссиями и с той же самой операцией. Здесь написано, что разработчики хотят предложить новый способ для открытия косметических предметов PUBG. Если вы приобретёте данный пропуск в магазине Steam либо на этом сайте, то у вас будет открыто больше миссий, больше левелов и больше возможностей для получения различных скинов. Вот, мотая вниз, мы видим, что мы можем, в принципе, получить за этот пропуск. Первый сет — это какой-то костюм пляжника. Довольно-таки интересно, забавно выглядит. Вот здесь мне очень нравятся Скорель и вот такие вот забавные пляжные труханы. По-моему, очень большое количество людей захочет их себе. Дальше есть майка, выполненная под цвет труханов. И это только косметический контент. Также нам даются ещё какие-то небольшие плюшки. Давайте посмотрим, что из этого есть интересного. По идее, первые 20 левелов будут доступны абсолютно каждому, после чего, да, вот мы получаем парашют. А левелы после 21 до 30 будут доступны только тем, кто купит боевой пропуск. Ну, здесь довольно-таки приятные скины. Вот этот вот золотой П-92 выглядит отлично. Хотя сам по себе айтем не юзабельный, но финалом, если вы всё-таки докачаете до максимального левела, то вы получите в награду труханы и юбку. Самые дорогие и наиболее востребованные скины. Звучит, конечно же, интересно, и разработчики, как будто бы нам говорят, расчехляйте, ребята, свои кошельки. Но давайте посмотрим, стоит ли оно того и вообще, сколько стоит данный боевой пропуск. Если здесь вы нажмёте кнопку Buy Event Pass, то вам уже покажут сразу расценки. Сам боевой пропуск стоит 10 долларов, приблизительно на наши деньги, если вы будете покупать в стиме, это выйдет где-то 611-610 рублей со всей комиссией. И также можно ещё купить 5 левелов, если вы не хотите проходить миссии, то можете просто проплатить их за 5 долларов. Получается, что можно купить пропуск за 10 долларов, ничего не проходить, а ещё заплатить 30, и в сумме вы получите все награды, которые только возможны. Но если вы всё-таки не хотите донатить слишком много, то придётся выполнять задания, проходить миссии и заслуженно зарабатывать все награды. Но мне кажется, так гораздо интереснее. Ну и теперь часто задаваемые вопросы, которые разработчики решили для нас отметить. Как можно будет купить пропуск на данный ивент? Данный пропуск можно будет купить в стиме во вкладке магазин, либо же непосредственно в игре в главном меню лобби. Что будет, если я приобрету пропуск не в начале ивента, а где-то его в середине или может быть даже под конец? Мы всё равно отслеживаем ваш прогресс прохождения миссий и результатов по мере ивента, так что если вы купите пропуск где-то в середине, вы всё равно сможете получить все награды. Будет ли это всё работать только на новой карте Санок? Нет, общие миссии можно будет выполнять на каждой из карт, но будут специальные миссии только для третьей карты. Естественно, их можно будет выполнять только на ней. Что будет с айтемами после прохождения ивента? Если вы играете без покупки боевого пропуска, то вы получите возможность смены ника и навсегда откроете себе скин на парашют, который добывается на 20-м левеле. Но все остальные косметические предметы, которые вы приобрели по мере прохождения ивента, просто исчезнут. Но если же вы купили боевой пропуск, то все айтемы у вас останутся, но они не могут быть проданы на торговой площадке Steam. И это невероятно интересно. Если действительно разработчики сделали так, как здесь написано, это будет очень круто, потому что если вы посмотрите на те скины, которые вам даются, здесь есть невероятно дорогие. Та же самая фиолетовая футболка, этот коряк, который стоит там буквально под 10 тысяч, похожий на азимов, очень крутые скины. И да, их нельзя будет продать на торговой площадке, но вы с ними сможете играть, получать от них удовольствие, и это невероятно круто. Так что мне кажется, что 10 долларов вполне хорошая цена для этого боевого пропуска можно приобрести. Расскажите мне больше об этих миссиях на карте Санок. Данные специальные миссии будут доступны только тем, кто приобрел пропуск на этот ивент. Выполнение их будут давать специальные награды, связанные по тематике с картой Санок. Как мне повышать левел своего пропуска? Просто выполняйте миссии для получения экспы. Также просто минуты выживания непосредственно в самой игре вам будут прибавлять опыт. Каждую единицу экспы за 5 минут выживания в игре до 80 в день. Если же вы не купили боевой пропуск, если же купили, то здесь будет 2 единицы опыта за каждые 5 минут выживания в игре и также максимум 80 в день. На этом в принципе все. И здесь еще разработчики напоминают нам о том, что сейчас в Стиме проходит скидка 33% на PUBG, то есть вы его можете купить за 2 трети от реальной стоимости, там тоже около 600 рублей, поэтому если у вас еще не куплена игра в Стиме, то обязательно возьмите. Но все-таки основной идеей и основным контентом, который здесь нам предложен является боевой пропуск. Лично я его себе обязательно приобрету, очень хочется посмотреть, что же за миссии, насколько это все будет хорошо выполнено, насколько интересно будет их прохождение, ну и конечно же награды того стоят, просто 600 рублей за получение огромного количества скинов, да, их нельзя будет продать, но они очень крутые, очень приятные, поэтому мне кажется, что предложение супер выгодное и сделано максимально для нас игроков. Ну, хотя, естественно, разработчики с этого тоже имеют баблишко, и им это только на руку. Ну, а на этом все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как вам идея подобного контента, идея того, что есть боевой пропуск, который можно приобрести. Те люди, кто не захочет приобретать, получат все равно какие-то награды, те, кто приобретет, получат больше, то есть все находятся в плюсе. Лично, по-моему, новость просто шикарная. Ну, и также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим. Он будет в 18.00 по московскому времени. Приходите, поиграем на карте Санок на тест-сервере в преддверии такого прекрасного обновления. Ну, и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.